Матвей, скажи «рррр». Матвей так чётко выговаривал звук «ррр» с двух лет. Я подумала, что у него нет никаких проблем, поэтому к логопеду мы не обращались. Мои старшие дети оба не выговаривали «рррр», поэтому с ними я пошла к специалисту. Но оказалось, когда мы у Матвея совершенно случайно попали к логопеду, что у него куча речевых нарушений. Я никогда бы их не заметила. В общем, с этой проблемой я столкнулась трижды. И поэтому решила разобраться, как действовать правильно, если ты узнаёшь, что у твоего ребёнка речевая патология. Врачи отмечают, что нарушение речи стало очень распространённой проблемой. Специалисты разделяют патологии на три категории. Гислолия – это нарушение звукопроизношения. Дизортрия – более сложное заболевание, оно возникает в результате поражения нервной системы. И аллолия – практически полное отсутствие речи. Если в два года у ребёнка не формируется словарный элементарный бытовой запас и короткая фраза, можно обратиться уже к логопеду. И хотя бы для консультации, чтобы действовать дальше. И если ребёнок ещё не созрел для конкретных занятий с логопедом, то мне кажется, нужно обращаться в обычный развивающий центр. Чтобы просто по всем уровням ребёнок научился слушать музыку, слушать речь говорящего, какие-то пальчиковые гимнастики элементарные научился делать. Развивающие центры в помощь детям с дислолией. Более сложные нарушения – дизортрия и аллолия – лечатся врачами. Обращаясь только к логопеду, результата не добиться. Психиатр, невролог, психотерапевт, педиатр обязательно. Также есть психологи, естественно, логопеды. Существует ряд процедур, которые являются, ну, как сказать, стимулирующими речи. Допустим, ЛФК, да? То есть у нас специальная гимнастика, которая направлена на то, чтобы стимулировать ребёнка к речи. Также у нас существует ряд физиопроцедур, которые, действуя на мозговые ткани, способствуют тому, что тоже происходит стимуляция речи, то есть открываются какие-то центры, либо восстанавливаются. Также мы используем медикаментозную терапию. Ни в коем случае не стоит игнорировать медикаментозное лечение. Если ребёнок не выговаривает полуалфавита, без лекарств не обойтись. У моих старших детей была дизортрия тяжёлой и средней степени, и только комплексный подход помог нам победить диагноз. Занятия с логопедом могут вообще не принести результата. Если у ребёнка не сформирован навык сотрудничества, и ему трудно повторить что-то за взрослым, тогда на помощь приходят психологи. Психолог оценивает, например, насколько развиты высшие психические функции другие. То есть, например, мышление, внимание, интеллектуальные способности в целом, память. Если, например, есть уже какая-то задержка, и речь как показатель. Поэтому мы уже тут подтягиваем все остальные функции, ну и параллельно же развивается речь. В детских поликлиниках, а также в Центре речевой патологии, проходят бесплатные реабилитации. Узнавайте о них у своих педиатров и неврологов. Следите за речью малышей. Катя, у тебя, у детей не было проблем с речью, но я знаю одну интересную историю, именно поэтому я к тебе сегодня приехала. Вот расскажи нам, что было там у Елисея, какая история? У Елисея, он когда пошел в садик, буквально, наверное, через 7-8 месяцев, я стала замечать, что он начинает картавить. Картавить, не выговаривать какие-то звуки. То есть он начал копировать. Я еще думала, что такое с ребенком происходит. А когда я обратила внимание на то, что у них в группе больше 50% детей, очень-очень плохо говорят. В таких случаях дело за родителями. Ребенка нужно все время поправлять и просить его сказать слово правильно. Чтобы речь малыша развивалась, разговаривайте с ним. Но не сюсюкайте и не ломайте язык сами. Задавайте больше вопросов, вместе ходите в магазин, выбирайте фрукты и овощи, просите описать тот или иной предмет. Рисование, лепка, изучение животных. 5-10 минут занятий в день, и вы увидите результат. Прежде чем самостоятельно показывать логопедические упражнения, посетите специалиста, посмотрите специфику выполнения. И главное, никогда не сдавайтесь. Мой старший ребенок начал выговаривать Р только в 11 лет.